Ты такой... Привет! Как ты заметил, я в последнее время начала снимать очень странные ролики. Но ничего, это нормально для меня. Сегодня я хочу вам рассказать про мой гипс. Я не знаю, вы заметили, но в последних роликах я была только с гипсом. Если ты не заметил мой гипс, то ты странный человек, и ты не наблюдаешь за мной вообще. И сразу хочу вам сказать, что название это отсылка, опять же, к позапрошлому ролику. Больше всего в инстаграме именно так и пиарят друг друга. Так что не кидайтесь меня, пожалуйста, помидорками. Ну давайте, короче, уже начнём. Сначала вам расскажу, из-за чего вообще у меня появился гипс. Я уже как-то рассказывала, из-за чего он у меня появился. В общем, я очень давно хотела научиться кататься на скейте. Ну и я, конечно же, уже начала это всё осваивать. Вроде как научилась. Во второй день, когда мы пошли кататься, нас было трое человек. Один чувак ехал на велосипеде, другой держал его за руку, тоже был на скейте. И я была третья, то есть я тоже катилась за руку. Ну, короче, это не важно. Это вообще никак на это не повлияло. В общем, когда мы остановились, я встала, скейт покатился вперёд, а я назад. И, в общем, я упала. И у меня из-за того, что очень хрупкие косточки, и из-за этого я сломала себе руку. Я уже хожу с гипсом месяц. Я вчера ходила на повторный приём. На второй повторный приём. Я просидела в очереди, сука, два с половиной часа. И я думала, что мне снимут гипс, потому что пришёл уже месяц. И мне его не сняли. А почему? А, я не знаю почему. Мне сказали, приходи 15 числа, тогда мы тебе снимем, сделаем рентген. Это как... Спасибо, что я сидела два с половиной часа просто так. Сейчас жаркая пора. Все хотят кататься на скейтах, на роликах, на велосипеде. И в больницах дохренища людей с переломами. Первое время у меня чесалась рука. Ну, не прям так, как мне рассказывали, что большинство прям хотели почесать за ту такую палку, вот так вот, чесать, чесать, чесать. Нет, такого у меня не было. Я типа, она не чесалась, и я такая, окей, ладно, хожу себе спокойно. Пройдет когда-нибудь. Мне сказали, что мыться нельзя. Ну, как бы, как месяц не мыться, это ненормально вообще. От меня бы неслось километр. Я так не могу. Мне, значит, сестра заматывает руку в пакет. Да, в пакет. И я, собственно, иду мыться. Было очень сложно найти пакет, который без дырок. Потому что все обычно продуктовые пакеты, они все с дырками. И как-то раз мне протекло, я такая, ааа, потоп. Самое сложное, это мыть голову, потому что я не могу мыть голову. Ну, могу одной рукой, но нужно же как-то распенивать шампуньку. И поэтому я прошу то Ксюшу мыть голову, то сестру. Маму я не прошу, потому что один раз она мне мыла. И я такая думаю, ты что, голову мыть не умеешь? Самое крутое, что не нужно мыть посуду. Потому что я могу мыть только кружку, и то вот так вот одной рукой. И ложки. Обычно я ничего не мою. Типа целый месяц отдыхаешь. Мне кажется, что когда мы снимем гипс, меня отомстят и выложат посуду на год вперед. Все, может быть. Самое стрёмное, что этот гипс быстро пачкается. То есть он у меня уже вообще очень грязный, прям вот неприятный. И он очень жутко воняет. Грязной потной рукой. Это была очень важная информация. Неприятно мне с ним находиться уже, я хочу поскорее от него избавиться. Когда я ходила на повторный прием, мне сказал врач, чтобы я ходила на магниты, которые мне прописали. У них больница. Я первое время ходила, в больницах находится не совсем близко, и мне было очень лень туда ездить. Но я все-таки туда ездила пару раз. Потом мне сказали девочки, когда я прямой эфир проводила, что эти магниты ни хрена не помогают. Я такая... Не буду ходить. Не знаю, помогают они или нет, но я перестала, по крайней мере, на них ходить, потому что... Мне очень лень туда ездить. Серьезно. И там еще раз писание такое стрёмное. С трех до шести. И типа, блин, я в это время обычно гуляю или сижу, монтирую видео или делаю макияж какой-нибудь для фоточек. Очень неудобное время. Плюс этого гипса. Мне нужно было сделать дырочки на ремне. И там, когда дыроколом прокалываешь их, нужно... После того, как уже задела эту вот штучку, ободочек, чтобы дырка была, а не просто дыркой, там нужно его зажать, и нужно сильно зажать чем-то. И я, короче, била гипсом вместо молотка, потому что у меня нет молотка. Я не знаю, куда папа их все увез, но молотков у нас дома нет. Неудобно одеваться. Очень неудобно. Потому что, когда ты с гипсом, ты такой... Очень неудобно, что постоянно облазят эти нитки, и мне приходится постоянно обрезать. Так как я поняла, что мне нужно съездить в больницу, потому что я думала, что у меня нет никакого перелома. Я думала, у меня просто ушиб, но я ночью как-то просыпаюсь, ну, где-то в 2 часа, и у меня начинает жутко, блять, рука, я просто не могу подвигать. Я такая, блин, пиздец. Это было ужасно. Я никогда не чувствовала такого ужасного ощущения. Я думала, я умру. У меня даже слезы затекли, потому что это было невыносимо. Папа мне не хотел идти в больницу, потому что он считает, что врачи ничем не помогают. Потому что, серьезно, я сидела 2,5 часа, типа, приходи в следующий раз. Ну, по крайней мере, в этот день, когда мне сделали гипс, у меня не болела рука, то есть мне было комфортно, и это хорошо. Потому что если бы я не сделала, я бы не смогла спать, я думаю. И я не буду на 300к ломать руку в себе вторую, это просто клик добавит, наверное. Я надеюсь, я не сломаю руку. Никогда не ломайте себе ничего, будьте аккуратны, пожалуйста. Когда ты хочешь гипси, это ужасно, а хуже не придумаешь. Ладно рука, но когда ты ломаешься ноги, это еще хуже, блин. Я даже фоточки не могу делать. Я фоткаю с одной рукой, у меня вот эта вот одна рука рабочая. Второй нет, ее просто нет. Ребята, чуть не забыла вам сказать о том, что 26 мая я буду на Витфесте в Питере. Я специально сюда приеду из Перми для вас, потому что большинство моей аудитории в Москве и в Питере. Короче, не важно. Я буду в Питере на Витфесте, и приходите туда, если вы хотите с вами увидеться, сфоткаться, я буду там вас ждать. Да. Я очень этому рада, что я туда еду. Жду всех. В общем, если вам понравился ролик, то поставьте ему пальчик вверх. Подпишитесь на канал, если вдруг еще не подписан. В общем, всем спасибо за просмотр, а я всех люблю и целую. Пока.